Наглядно было, да? Коммуникация – это не такая простая вещь. Теория коммуникации – это простая схема. Есть передатчик или источник информации. Есть отправитель. В данном случае передатчиком или источником информации был этот рисуночек. Отправитель есть был тот спикер или кто объяснял. Есть предмет сообщения, то есть это вот объяснение, это картинка, которая объяснялась. И она была закодирована, то есть был некий код, то есть вот набор слов, который включал общие слова, да, сторона, там, просто сторона – это общее слово, да, то есть код-термин. И такие уже более узкие специальные термины, геометрические, там, катет, гипотенуза, да. То есть, ну, тем не менее, как-то это было закодировано. И это было сообщение. То есть это было сообщение, был сигнал, то есть устный, он устный, да, не, там, как-то еще пандемима не ставилась, это было сообщение, да. На другом конце – получатель и приемник. Я эту схему, вы не рисуете, знаете, я сейчас вот так вот сделаю, вот так вот сделаем. Линейная теория коммуникации. Значит, вот источник информации, да. Как происходит коммуникация? От источника информации, источник информации поступает на передатчик, да, то есть на то, кто передает, то, кто передает. Формируется сигнал. В данном случае устное сообщение, да. Сигнал направлен на получателя. Помните, это была теория, разработанная для телефонных связей. Она потом вошла в очень многие гуманитарные сферы, и в лингвистику, и во многие. Она критикуется, у нее есть проблемы, но она была для одной цели изобретена, но она просто наглядно показывает, что такое коммуникация. Еще есть шум, источник шума, когда… Потому что источник шума, могли быть помехи в сети, да, там, то есть плохая передача, там, где-то… Но в нашей коммуникации источником шума, может быть, который мешает, да, заглушает сигнал, это могут быть внешние и внутренние. Внешние, например, кто-то говорит, говорит, тот раз кто-то открывает дверь, да, вот, например. Вы слушаете, да? Вот, блядь! Ну, все, и что получилось? Я, конечно, работал в один свидетель, и с другими сегалами, и мне шутка, когда я делал что-то. Да, значит, лекция, там, пропитание, преподаватель, студент, я даже… Это тоже внешний шум, да, то есть он отвлекает внимание. Представьте себе церковь, если так вот кто-то арендует церковь, какое-то помещение, где вход вот здесь вот или вот здесь вот, да. То есть, естественно, то есть это всегда будет отвлекать. Или вы открыли окна, потому что жарко, а там сваи забивают. Бум-бум-бум-бум. И это внешний шум, да. Внутренний шум или внутренние помехи, это уже не какая-то вот, мы что-то не понимаем, неясность изложения. Вот что-то вот идет, то есть мы не получаем сигнал. То есть это касается наших внутренних проблем, да, то есть это не извне, это внутреннее. Или, допустим, я себя плохо чувствую. Или еще что-то. Или я там зуб заболел. То есть или что-то вспомнил там, отключил я ли утюг. А чайник я вообще, я же хотел чай попить, а я так и не попил. Но чайник-то я на плиту поставил, газ-то я зажег. Все. И что происходит с человеком? Отключился. Сигнал, значит, не пошел. Ну, поэтому есть всегда внешние сигналы, вы устали, допустим, я что-то говорю, что-то запутано, что-то непонятно, вы устали, всегда будет идти источник шума. В любом случае. Затем от получателя, то есть получатель, и сигнал должен достичь назначения. В данном случае должна быть четкая коммуникация. То есть то, что намеревалось, то, что есть источник информации, должна быть взаимосвязь, то есть он должен быть по назначению передан. В данном случае картинка наша должна была быть нарисована у вас соответствующей, адекватной. Что происходит, что произошло с нами? Первую проблему давайте. Первая проблема – это проблема коммуникации или переход от источника информации к, скажем, интерпретатору или к тому, кто кто-то сообщает. В данном случае какая была проблема? Вроде бы знаем фигуры, но Лия сказала, что она знает их только на другом языке. Значит, есть первая проблема прерыва коммуникации между самими источниками. В нашем случае это когда я не понимаю вообще библейского текста. Ну, не могу понять смысла. Или просто я плохо читаю. Есть разница, человек просто не умеет читать. Или Лия знает румынский, ей дают копию на русском языке, она читает и не может понять. То есть, ну, или там дать он на английском, или у вас, вы еще не очень хорошо знаете евриты, и у вас только, ну, Библия на еврите. Все. Значит, уже есть проблема между источником информации и то, кто передает. Это может быть то, что незнание языка человека, что-то, может быть, недопонял или не разобрался с предметом вообще. Понимаете, да, вот сейчас вы говорили, что уже прошло много времени, уже какие-то там термины подзабыты, все. Значит, первое. Значит, это уже желать, что что-то вот на том конце будет получено, ну, излишне романтично, если не иллюзорно. Если сам человек не понимает. И, допустим, если я сказал, что-то неправильно назвал, все, оно идет дальше. Вы воспринимаете уже другую картинку, да. Теперь источником информации есть не вот это, а тот, кто передает. Уже какая-то его картинка. Следующая проблема. Какую еще мы проблему испытали? Как закодировать, да. То есть, вот кто сказал, что все понимаешь, все увидел, нормально теперь, как это, сформировать какой-то код, да, как это выразить, высловить, да, было сказано. То есть, как это теперь, вот у меня есть, я люблю музыку, у меня есть внутренний слух, я не могу, ну, я не могу воспроизвести мелодию. Я могу внутри ее крутить, я даже понимаю, как ноты, но вот я не могу взять ни одну ноту. То есть, где-то там какой-то там, ну, знаете, там, что-то такое там, кузнечика там, или в лесу родилась елочка, еще, может быть, там, вытянула. Все, но я-то могу отличить мелодии, я могу запомнить, я могу угадать, но я не могу ее воспроизвести. Вы многие так, может быть, кто не поет, да, кто-то, может быть, певец, да, но есть люди, которые вообще не различают мелодии, просто даже не понимают, им просто легче, да. Значит, следующая проблема, да, как формируется сигнал, как закодировать, потому что есть сигнал, это то, что, вот лид-код, это то, что общее, у нас есть общая среда, то есть мы так устроены, то есть среда, которая нас соединяет, это первая атмосфера. Что такое звук? Это колебание воздуха. Если бы сейчас мы каким-то образом могли жить без воздуха, да, вот просто себе представить, и не было воздуха, мы бы друг друга не услышали, понимаете, потому что в космосе невозможно, ну, потому что то, что я, то, что ее, что делает, ну, слышимая речь. У нас есть речевой аппарат, он так настроен, что он начинает создавать колебания волны. У нас есть слуховой аппарат, уши, да, то есть я начинаю говорить, идет колебание волны, и наш слуховой аппарат принимает эти волны и декодирует, понимаете, декодирует. И здесь я буду сейчас говорить просто там тим-тир-дим, дар-дам-та-там, проливали. И что? Я создал волны. Вы их услышали, но вы ничего не поняли. Что это за код? Ну, хорошее настроение, да. Ну, понимаете, можно создать колебание волны, это звук. Или как, вот сейчас, да, зашел бы иностранец и начал говорить, мы его слышим. Вот у меня такой пример, мы начали служение среди китайцев, думали как вместе, но смотрим там сложно. И вот они просто после нашего уже, нашего служения у них служение. И мало так, что мы остаемся по очереди там проповедуем. И даже раз нам пришлось проповедовать на английском, потому что не было переводчика на русского, а жена миссионера, которые приехали, вот такая хорошая такая помощь, что они уже там, они только знают китайский и английский. Ее пришлось проповедовать, в принципе, у нас в церкви. Мало того, что на кругом китайский, так еще и на своем языке, то есть через переводчика, так еще и на английском. То есть, понимаете, да. Но вот когда стоишь, они поют, и ты просто, ну, классно, здорово. Потом выходит, он проповедует час, такая смачная китайская проба, знаете, они, китайцы, это же все нормально так, они там очень с таким вот там серьезностью, они очень в этом отношении. Да, так. И я сижу, все, я выключен. Идет колебание, человек говорит, то есть слуховой аппарат, но у нас нет общего кода. Нету, я, у нас нету механизм декодирования, он не работает. Вот поэтому очень важно знать, очень для коммуникации. Смотрите, мы говорили вчера о библейском языке. Оказывается, библейский язык, он достаточно коммуникативен для тех времен. Очень простой, его могли понять эти слова, термины и дети, и взрослые. Сейчас нужно понять, кто-то сказал, ли я, да, что вот если был бы там профессор, то, значит, высокие термины. Значит, знаете, давайте мы говорим о терминах. Термины – это что? Это жаргон. У каждой социальной группировки есть свой жаргон. Ну, блатной жаргон или профессиональный жаргон. Язык науки – это не какой-то высокий язык, это просто очень высоко терминологизированный язык. Язык терминов. Это то же самое, как и у стоматологов или автослесарей. А что вот сидят сейчас, ребята, говорят о компьютерах, то есть там какой-то юзер или чайник будет сидеть, слушать, он не поймет. Но это дело в том, что поэтому язык науки – это не какой-то высокий, замысловатый, он просто закодирован в свои термины. Что такое термин? Какой-то термин, когда мы знаем этот термин, знаем код, он помогает сократить или как бы укорачивает коммуникацию. Можно там пять предложений сказать, объяснять, что это, можно сказать один термин. Поэтому язык науки прост. Просто нужно знать код. То есть термины. Проблема, когда, например, это может быть у меня проблема, это у многих, когда у нас уже речевой, в смысле набор, то есть наш лексикон уже сформировался, есть включены многие термины. То есть мы так мыслим, мы так говорим. И бывает проскальзывает, ты говоришь, какие-то термины, и потом оказывается, что кто-то не знает. Значит, на этом вот здесь будет проблема. Потому что следующая проблема – получатель не может декодировать сигнал. Даже, даже если речь проповедника не соткана из каких-то богословских, философских терминов, его речь может быть непонятна для, скажем, людей, которые только пришли в церковь. Она может быть излишно религиозна. Омоемся кровью Христа. Ну вот часто. Ну что это значит? Вот я пришел, значит, омыться ли, поют песню «Взойдем». Ну песни там чуть попроще, да, там «Взойдем на Голгофу, мой брат». Хорошая песня такая, старая, действительно, она очень глубокая. Ну вот просто понять, да, вот я пришел, я говорю, «Взойдем на Голгофу». У меня сын когда-то приезжал, знаете, Билли Грэм, не Билли, а здесь наш советский, в России забыл, раптистский проповедник такой, он евангелист. Не-не-не, сейчас-сейчас, я уже. Не-не-нет, он, как же, я забыл. Поптистский проповедник, он здесь в России, в Украине делает тоже такие, типа вот, он из служения Билли Грэма собирал, тоже память. И вот мой сын, ему где-то, может, 6 лет было там, он был на этой евангелизации, приехал и, значит, встал так, а я сейчас в частном доме, мы живем там, значит, и тут весна, копают огороды, он взял скакалку, моя дочка там держит какой-то там журнал, типа поет там, «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Там все копают, смотрят, а он «Все на Голгофу! Грешники!» И тут орет, там все люди копают, смотрят, что такое, а он так повторяет с таким запалом. И вот он схватил вот эти вот, или видели, по Ютубу ходила такой молодой проповедник, парень, не видели такое, там, ну, такая классическая баптистская проповедь, только наберите в Ютубе «Молодой проповедник», да, может, еще сохранилось, и он, ему где-то 4 года или 5, да, да, и он, знаете, вот говорят, о какой-то, он в себе впитал все эти клише, все эти формы и выдал с такой последовательностью, с такой вот все вот, то есть этот код, ну, который он принимал, он там большинство не понимал, но это он, ну, запомнил, но приходит новый человек, он не понимает этих вещей. Поэтому проповедь должна использовать обычный, обыденный язык. На одной конференции в одном городе, ну, в конце мне дали слово сделать объявление, пригласить на еще одну конференцию. Я вышел, сказал, доброе утро, там, друзья, вот я вас приглашаю на конференцию. После этой конференции подошел ко мне один из служителей, говорит, слушай, а почему ты так сказал, ну, доброе утро? Ну, я говорю, а что? У нас обычно принято говорить, приветствую вас, братья и сестры. То есть, ну, это хорошо, то есть есть традиция, но поэтому вот доброе утро, это такое обыденное, да, но оно как-то посчитало, ну, посчитали, что оно не вписывается в ткань, ну, религиозной встречи, да. Но если я бы сказал, приветствую вас, братья и сестры, ну, люди бы поняли, да, но это уже такое немножко, ну, и так далее, то есть многие, мы можем не слишком там маньячить там какими-то серьезными терминами, да, но можем говорить какими-то, ну, нашими клише религиозными, которые присущи нашей церкви или традиции, которые также не принимаются получателем. То есть, если нас это объединяет, если мы все понимаем, как омыться кровью Христа и как зайти на Голгофу, и как исполнится там или заполнится там или там еще какие-то вот, понимаете, тогда это нормально, но тогда будет коммуникация не очень успешна для тех, кто пришел впервые. Вот проповедь должна быть, это коммуникация, мы сказали, да, это библейское содержание, должна быть четкая форма, но это коммуникация. Сигнал должен быть передан с максимальной, да, чтобы человек понял, если он примет или если он откажется, то он отказывается от того, что он понял, но не согласен. И вообще есть такое правило, я не согласен после того, как я вообще понял, о чем идет речь. Я что-то слушаю, что-то читаю, я эту точку зрения не принимаю, я должен хотя бы понять ее, о чем идет речь. Но человек может не принять, потому что он вообще не понял. Сигнал не достиг своей цели, да. И если, конечно, получатель не декодировал, да, не смог декодировать этот сигнал, то, естественно, назначение всей коммуникации, да, оно нулевое. Ну, вот что-то он нам понял. Поэтому проблема, то есть мы не достигли, мы не достигли чего-то. Это основная теория линейная, или называют математическая теория коммуникации. Она откорректирована, раскритикована, там некоторый, мой профессор Дэвид Раун ее так немножко представил, а потом ее раскритиковал. Но тем не менее она показывает какую-то наглядность, да, что такое коммуникация. Кстати, вы можете набрать в интернете коммуникации, там вам всегда будут примерно вот такую схему. И лингвистика опирается, там журналистика, масс-медиа опирается, в принципе, вот используют эти категории. Хотите лучше или серьезнее это изучить, просто даже достаточно набрать это в интернете. Там даже книги, я как вчера смотрел, даже книги бесплатно можно скачать. Ну, книги-то считать надо. Да. Понимаете? И поэтому мы не закончили с коммуникацией, но видим, что у нас есть, вернемся, давайте, к самой основной, к самой первой проблеме. Это источник информации и передающий. То есть наш источник информации, если мы говорим о библейской проповеди, есть Библия. И здесь вопрос, как она коммуницирует с нами? Какова ее коммуникативная, риторическая роль? И как вот между нами происходит коммуникация? Есть ли шум и так далее, и так далее? Я сейчас не хочу воспроизводить всю эту вот схему. То есть я надеюсь, она у вас, поэтому я сейчас хочу рассмотреть. Но есть маленькая проблемка. И я считаю, есть три проблемы для коммуникации между нами и библейским текстом. То есть их больше. Я выделяю три. Первая проблема. Итак, давайте быстро. Отвечаем на вопрос. Сколько здесь квадратов? Почему 16? Да, сколько вы там видите? Нет, не обесчисленные. Нет, 22 квадрата. Посмотрите, первая была такая реакция. Какое было первое? 16. Почему? Сразу мгновенно посчитали. Одни как-то студенты сказали, а потом когда узнали, а мы оказывается, а вы нормальные. То есть лет сто назад, и даже сейчас не каждый сможет мгновенно умножить 4 на 4, поэтому четко сработала таблица умножения. Видите, как вот важно? Сразу. Но потом я не успел даже спросить, почему вы уже вдруг раз, еще секунда-два пошла работать мысль. А есть указка, чтобы я шла? Живописно было бы. Значит, 16, да? Один большой, это 17. Смотрите, по 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Держите, 26, 27, 28, 20, в общем, 30 было, я не помню где-то. Ну, окей, давайте 30, да? Теперь смотрите. Эту первую проблему я называю проблемой липоверхностного взгляда, или проблемой быстрого суждения. Не знаю, я часто ее так меняю. Ну, в чем ее суть? Мы слишком быстро... А, 16, все. С одной стороны, здесь не бесчисленное, да? То есть здесь четко ограниченное число квадратиков, ранее заданных. С другой стороны, мы же не ищем там пружочки, треугольники, четко есть. Поэтому в тексте нет бесчисленных значений. То есть какие хочешь, такие будут, да? Как себе захотелось, нет. Тексты есть четко заданные, допустим, есть один смысл, ну, множество значений, да? То есть это очень важно будет для проповеди. Не все значения текста нам нужны для проповеди. То есть не надо, вы их, ну, не сможете просто говорить. Но в тексте текст гораздо глубже, чем просто быстрый или беглый взгляд. Это порождает следующую, ну, не то чтобы проблему, а понимание взаимоотношения целого и части. Смотрите, в начале целое для нас это была картинка 16, да? Поняли, 16. А здесь, смотрите, мы не... Как мы собрали эту целую картинку? Мы посчитали частные фрагменты, да? То есть мы целую картину собираем из совокупности частных элементов. Но с другой стороны, знание целой картинки дает нам и диктует нам интерпретацию каждого частного фрагмента. Теперь, когда мы знаем, что это 16, картинка 16, мы теперь знаем, что каждый квадратик – это одна шестнадцатая общая картинка, да? Понимаете, о чем я говорю? Но когда мы поработали еще раз с частным, мы видели там 17, потом пришли, ага, целая картинка, так это 30. Теперь, когда мы смотрим обратно, мы теперь смотрим на каждый элемент как на одну тридцатую. Смотрите, понимание большой или целой картинки помогает нам понять лучшие и глубже функцию каждого частного фрагмента элемента. Понимаете? То есть если я знаю большую библейскую картину, значит, это помогает нам лучше понять каждый частный фрагмент библейский, библейский какой-то стих или какая-то идея, понимаете? А если не понимаю, значит, у меня будет такое понимание частного фрагмента. Но большая картинка не выстраивается, если мы не поработаем с каждым. Понятно, это сложный труд, но не менее, вы попали в церковь и вам дали картинку 16 на Библию. Окей, вы довольно в себе живете, радуетесь, проповедуете, учите, боретесь с ретиками, которые там вообще 18 даже есть. И вы поделились у вас две разные динаминации, это 16 и 18. Ужас, открывается еще одна церковь, там 20. Это вообще ересь, их 16 и 18 объединились и вообще их. А потом появилась церковь Святой Троицы, которая посреди 30. Понимаете, да? А мы говорили вчера, что как церковь формирует, община формирует понимание, нашу идентичность. Поэтому какова картинка? И это первая проблема коммуникации, что иногда я могу остановить коммуникацию, потому что я не понял всей картинки, понял, что это всего лишь 16 или 17 или 18. Но не больше. Быть того не может. Нас так не учили. Есть, да? Значит, это приводит нас к так называемому герметическому кругу. И сейчас уже модно говорить о спирали, что это, ну как бы это не круг, это спираль, потому что она все время, видите, она так вот раскручивается, раскручивается и раскручивается. Ведет нас. Это не какой-то хаос, это не какое-то такое произвольное, да? Это ведь заранее заданное значение. Другой вопрос, как их… Еще один момент, который нам очень важен, я просто не смог, не успел обновить, это взаимодействие или взаимоотношение между реальным и изображенным миром. Что это такое? У нас у всех есть иллюзия, что мы живем в реальном мире. Но мы живем в Матрице. Я вам принес сегодня таблетки, красные и синие. Знаю… Да. Я, кстати, на лекции зашел в таких темных очках, это курс был в библейской геременевтике, и так и начал фрагмент из Нео. Насколько глубока кроличья дыра. И предложил выйти из… Идея какая? Как, то есть, вокруг нас реальный мир? Это старый философский вопрос и старый, как бы, и современный, ну, научный, не то чтобы проблема, но вопросы. Каково взаимоотношение между миром, который находится вне нас, и миром, который мы видим и представляем? Потому что окружающий нас мир поступает к нам через что? Через органы чувств. Вот давайте все закроем глаза. Вы меня видите? А это потому, что вы не закрыли глаза. Ну, сейчас показывают передачи, там, эти дети Индиго, да, их там закрывают. Ну, это, ну, просто… Но все равно это какие-то, значит, что-то… Я не знаю, но тем не менее, если есть глаза, значит, они нужны. То есть, это един источник. А теперь давайте закроем уши. А теперь давайте, знаете что? Давайте все сделаем. Закроем сразу глаза, нос и уши. Поспали? Давай. И это так вот, вы чувствуете, как будто в подводной лодке. Все, мир отрезан. Где этот мир? У нас такая иллюзия, как только открываются глаза, раз, и как будто мы вот здесь, в этом мире. На самом деле мир проецируется у нас в потрясающем таком Божьем изобретении, как наш мозг. Мы его, мы его, мы его воплощаем в мониторах, еще в ламповых телевизорах, этот принцип. Потому что частички света попадают на, ну, к нам это, ну, в органы зрения, и потом мириады нервных, они поступают туда, и вот, и мы эту картинку видим там вообще-то. Еще удивительнее, когда мы спим, то, когда мы видим сны, то получается вообще интересно. Тот же мозг нам эти сны, картинки продуцирует, и тем же мозгом мы их смотрим. Ну, так ведь? Нам же не прилетает ночью этот сказочник, этот старик, как он, помните, Оля, или как он, Оля Лукоя, да, и крутит на мультики. И наш мозг это все делает, это вообще удивительная вещь. Значит, первый вопрос, каково взаимоотношение между реальным миром и миром, который мы, то есть он к нам поступает. Ну, окей, ну, это понятно. Эко-невидарь, да, все мы это знаем. Но смотрите, например, мы с вами, или, скажем, примерно, представьте себе такой вот сейчас класс, где-то на острове Чунга-Чанга. Все собрались под пальмой, и какой-то там мужчина, старейшина из этого племени рассказывает вообще историю мира, жизни и взгляды на будущее. И мы, в принципе, у нас у всех одинаковый, ну, мир окружающий приходит к нам одинаково. У них тоже есть глаза, они слышат, они нюхают, они осязают. Вот, ну, одинаково ли у нас картинка мира или представление об этом мире? Значит, на изображение мира еще, нам наша культура, образование, ну, то есть есть еще интерпретация этого мира. Вот почему мы спорим, там, библейская картина мира, научная картина мира. Мир-то мы видим, но мы его еще понимаем, как-то интерпретируем, да, значит, додаем. Ну, поэтому представители с острова Чунга-Чанга могут быть в нашем классе, мы их пригласили. Они смотрят на компьютер, они его видят, они даже могут его пощупать, но он не прописан в их мире, они не знают вообще. Они говорят, о, можно, может, колоть орехи так вот, если так его согнуть. Понимаете? Значит, мир, не просто мы видим, слышим, мы еще понимаем мир, этот мир нам прописывается, понимание мира прописывается обществом, образованием, в общем, в целом культурой. Поэтому есть такие культурные миры, и реальность конструируется, как есть такая книга хорошая, она называется «Социальное конструирование реальности». Мир конструируется социально. Вот нам есть такие сейчас модные технологии, там, политтехнологии, да, или идеология, да, то есть что это? Это конструирование вообще миром. Значит, есть мир реальный, и есть мир изображенный в нас. К чему я веду? Библия тоже коммуницирует нам и рассказывает, или сообщает, какой есть мир. Каким образом она это делает? Здесь очень важно понять, потому что есть мир реальный, есть мир, или изображаемый, есть мир изображенный. В текстах мы видим изображенный мир, да, который как-то описан. И вот смотрите, когда-то было в горсаду, сейчас на соборке, я считаю это правильно, потому что этот горсад заполонили, там, эти художники, помните, там, матрешки продавали. И вот там можно сесть и нарисовать ваш портрет. Но если вы вдруг захотели, чтобы, ну, чтобы три художника рисовало, там, ваш портрет, и, ну, не просто, чтобы три одинаковые картины, а чтобы, допустим, один художник рисовал, там, скажем, маслом, ну, краской, другой художник рисовал, там, скажем, ну, мелками, или просто карандашом, да, карандашом, просто таким, ну, таким простым. А третий, чтобы покрыл досточку клеем и так вот, знаете, наносил какую-то вот стручку, да, чтобы оно вот так вот. Скажите, вы в одном лице, вы одна реальность. Вот вас изобразили в трех картинах. Вы будете похожи на этих трех картинок? Нет. Техникой, то есть, в принципе, я смогу угадать вас в трех, но вы будете по-разному изображены, потому что разная техника изображения. Что, что, что? Ну, давайте представим, что, помните этот старый фильм советских времен о принце Флоризеле, и там еще играл старый, ну, советский, еще советский времен, Данас Банионис, клетчатый. Его искали, и один художник говорит, я его нарисую. И он нарисовал в стиле сюрреализма такой, просто такой, вот все, клетчатый. То есть мы, зрителей никто не узнал, но они узнали. Ну, это был юмор, я думаю, такой. То есть мы не говорим о таких вот, типа Сальвадора Далишо, ухо там, нога. То есть, ну, нормальные, вменяемые одесские художники. Но три техники изображения совершенно изображены, хотя одну реальность. Нам нету Библии в картинках, у нас текст, который изображает. Но есть разные техники изображения. То, что мы называем жанрой. То есть поэзия, есть повествование. Они по-разному описывают мир. И вот есть такая проблема, да, вот буквальное понимание, не буквальное. Буквальное понимание Библии – это буквальное понимание жанра библейского. То есть это коммуникация. Это коммуникация Библии с нами. То есть если мы не сможем понять, как Библия с нами, как текст с нами коммуницирует, да. Например, если поэт хочет, мы читаем песни песней. Извините, если я сейчас своей жене буду делать такие комплименты, я нарвусь на серьезные неприятности. У тебя нос, как там башня лаванская, там, и ты вообще как кобылица, там. Вряд ли это будет приемлемо. Понимаете? Но почему для авторов это очень красиво? Лучше делать это красивое животное, благородное животное. И сказать девушке, что она как кобылица, это сделать ей потрясающий, изящный комплимент. Башня лаванская, она очень была красивая. Понимаете, в чем дело? Мы идем в другой мир, который коммуницирует с нами посредством таких образов, которых мы не понимаем. Другой пример. Есть, например, если взять два текста, которые описывают, скажем, продолжим тему песни песней, женскую красоту, вообще женщину или мужчину, не без значения, чтобы не было, чтобы мы там. И вот есть стих, стихотворение, а есть статья, анатомическая. Два текста будут описывать одну и ту же реальность. Но два текста будут описывать ее по-разному. В поэзии скажут, о, там, очи твои, там, как озера, ресницы, как там, что там, камыш, который, то есть, и никто же буквально не будет понимать, то есть, что это, но мы представляем, да. Например, там, если это будет описание глаза, текста, скажем, ну, анатомического, там будет все по-другому. И вот здесь проблема, да, что поэзия не врет в данном случае. Когда мы встречаемся с библейскими жанрами, мы должны понять, некоторые тексты поэтичные, некоторые тексты содержат образы и метафоры. И если мы их очень серьезно или буквально поймем, во-первых, будет у нас проблема с нашими доктринами, во-вторых, не будет коммуникации достаточно с текстом, у нас уже будет своя, своя картинка. Здесь, конечно, старый спор. До каких пределов мы можем понять образность и буквальность библейских текстов. Мы не занимаемся сейчас гербинептикой, экзегетикой, поэтому это не моя сейчас задача вести вас дальше. Что-что? Да, чтобы понять, или что? Я не понял код, я не декорировал. Да. Не, да, да, можно. Но все равно даже два будет человека молиться-поститься, они потом поспорят все равно в каком-то тексте. Это практика, это практика. Это понятие. И более того, более того, знаете, как... Есть... Что-что? Да, и дремление, и более того, более того. Иногда это есть защита. У меня была такая дискуссия, говорит, ты знаешь, вот это толкование, это понимание я получил на коленях. То есть, как ты поспоришь? Знаете, очень легко спрятаться за, вот это мне Бог открыл. Как я проверю, это Бог открыл или нет? Другой вопрос, да. Ну, этот человек говорит, я же не с Богом говорю, я говорю с человеком. И это часто, знаете, такая спекуляция. Человек прячется за этим, он такой очень духовный. Вот мы вчера говорили, да, что вот... Когда-то вот у меня один парень спросил, ну, как это, зачем так вот эти вот научно так подходить тексту? То есть, это неправильно, это же Слово Божие, оно живое. То есть, мне должны быть, мы должны, во-первых, иметь хорошее отношение, личное отношение с Богом, и Господь откроет. И все, говорит, что вы выдумываете? Это очень духовно. Ну, говорит, для этого есть, ну, скажем, если у вас есть там там, спирючил, то есть, духовный рост, да, то есть, занятия, или личное, это нормально, но тогда многие библейские авторы, они не очень духовные. Например, Лука. Начинает свою Евангелие как? При многом исследовании всего, печательном исследовании всего сначала, кто так пишет Евангелие? Нормальный автор Евангелия как пишет? «Проснувшись утром и озарившись Божьим Духом и Светом с небес, я узрел истину, о которой спешу сообщить тебе, допочтенный феофил, потому что тебе еще очень долго расти до такой истины». Вот так пишет нормальный духовный евангелист, да? Что это такое? А я вчера еще повторю. А Ветхий Завет канонизирует? Кто это составил монументальнейший труд по интерпретации израильской истории? Выбрал с архивов из устных преданий, традиций, сказаний, текст. Потому что Исаия не раздавал брошюрки. «Купите мою книгу пророка Исаии! Поддержите наше служение! Поддержите, купите! Там есть диски, там есть моя книга! И вы увидите, это будет так, как я сказал! Это сейчас иногда жулики так делают, христианские. Я не буду с этого слова. Понимаете, в чем дело? Ну, не все, не все, не все. Я понимаю. Но иногда можно очень хорошо этим зарабатывать. А нам солома просто. Так, пророки Исаии, кто-то же кодифицировал все эти вещи. Огромнейший, монументальнейший труд, который мы имеем. И мы называем Библию. Понимаете, в чем дело? Вернемся. Поэтому классно, когда мы молимся. Ну, будет два пассива, молиться. И первая проблема – коммуникация источника информации с нами. То есть, как его понять? И после переменки мы с вами говорим о жанрах. То есть, есть жанры. Мы говорим о различиях жанров. Библия – богатейшая книга, как библиотека даже, которая в себе содержит книги разных жанров и поджанров. Мы немножко говорим после перемены. Не понять эти жанры. То есть, я не скажу, что мы не поймем. Мы поймем. Мы знаем как минимум две вещи. Возлюби Бога и ближнего. И этого достаточно. В принципе, можно и не читать дальше Библию. Мы согласны? И все. И нет смысла. То есть, нам нужны всего лишь две брошюрки. Или одна брошюрка с двумя… На одной странице написано «Возлюби Бога», а с другой – «Ближнего». К самому себе. И достаточно. Если вам этого достаточно, окей, все нормально. Но если мы хотим изучить библейскую историю, Библию, мы должны подойти к тексту с респектом, с уважением, смириться. Это очень сложно. Этим занимается библейская герменевтика. Но этим должна заниматься библейская проповедь. В первую очередь, она должна подойти и поклониться тому, кто этот текст вдохновил, и смириться перед тем текстом, который написан. Чтобы потом это изучить, и потом выйти и рассказать всем остальным. Окей? Хорошо. У нас переменка. Не переключайтесь. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.